Здравия соратники! Вы, наверное, уже не ожидали от меня обучающий урок по макияжу, но вот я вернулась с этой темой. Итак, наносим тональный крем. Я под глаза наношу более светлый, как вы видите, а на все остальное лицо потемнее. Но потом я буду, естественно, еще немножко добавлять оттеночек. Я люблю замазывать лицо очень хорошо. И вы все это, естественно, подробненько увидите. Сейчас мой макияж, в принципе, отличается от того, что я делала раньше, но вот людям нравится именно моя техника нанесения, поэтому меня очень много лет просили записать еще хоть один урок макияжа. И я решила это сделать, потому что я сейчас развиваю свой ТикТок, который удалили мой основной аккаунт с 160 тысяч подписчиков. И я пытаюсь развить свой новый аккаунт. Для этого я записываю глупые видео, пытаюсь разные стратегии использовать, чтобы привлечь на свой аккаунт людей. И раз уж вы у меня просили много раз, чтобы я показала свой макияж, я вам его показываю. Вот видите, я нанесла такой тон. Вот если видите, тело и грудь, в принципе, одного цвета. Я под тон кожи наношу всегда, потому что мне не нравится, когда все тело другого цвета, чем лицо. Это не красиво смотрится, не профессионально. Вот, поэтому я наношу на лицо такой же тон, можно даже чуть-чуть светлее, чем остальное тело. Но вы можете видеть по моей руке, что я не перебрала. У меня какого цвета руки, такого же цвета и лицо. Единственное, что оно смотрится очень ровненько. Потом я беру в начале просто тени коричневые, вот такие, как волосы примерно, можно чуть темнее. Брови допустимо, чтобы были темнее. Тем более у меня свои ресницы темные. Вот вы сейчас можете видеть мои ресницы. Они сами по себе от природы темные. Поэтому и брови я могу делать тоже темные. Затем я подправляю форму карандашом. У меня такой тоненький грифель от, как же она называется, фирмы Клиник карандашик. С одной стороны он коричневый, с другой такой перламутровый светленький. Вот, и собственно говоря, вы делаете форму бровей. Я делаю по своей натуральной форме. Там у меня немного волос осталось после выщипывания. Немного татуажа. И в общем-то знаю, по какой форме надо рисовать. Вот еще добавляю немножечко на лоб тоналки, для того, чтобы прям все-все-все было ровненько. Смотрите, как красиво сразу смотрится. Дальше я припудриваю немножко губы такими светлыми тенями, для того, чтобы сделать карандаш. Иначе, если этого не сделаешь, то немножечко может поплыть контур. Снова беру этот карандашик от бровей Клиник и капельку, выходя за контур, верхнюю губу, я ее прорисовываю. Рисовываю, потому что у меня верхняя губа немножко меньше, нижняя, а на нижней я прямо внутри контура рисую, чтобы она не увеличилась. Потому что я люблю, когда губы одинаковые, что верхняя губа, а что нижняя. Потом беру вот так вот пальцем и немножечко растушевываю карандаш, для того, чтобы смотрелось натурально. Получаются вот такие губы. Затем я беру помадку, кажется, это помада от Paris Hilton, да, и наношу вот такую вот матовую помаду на губы сверху. Немножечко увлажняю. Вот, теперь я делаю светотени на носу. Вы доходите до практически конца носа, где у вас пипка, вы немножечко ее видите. Выделяйте и потом пальчиками вот так растушевываете, для того, чтобы светотени не легли красиво, чтобы у вас носик смотрелся немножко курносым, если вам нравится. Если нет, то можете эту линию не рисовать ближе к концу. Вот, и таким вот образом у вас уже, видите, каркас лица, холст лица нарисован. Я немножко припудриваюсь, чтобы ничего не потекло. Припудриваюсь, кстати, я бэби-пудрой. И беру самый светлый цвет и закрашиваю кончик носа. Видите, получается такая красивая светотень. Дальше я еще немножечко припудриваю, притушаю свой лоб, чтобы он не блестел. Видите, уже начинает блестеть. И рисую такие небольшие румяна. Это я делаю тоже помадой от Paris Hilton. Вот, нравится мне иногда ее косметика. И вот так вот прямо пальчиком я беру и размазываю. Вот именно под глазами делаю себе вот такие красивые румяна. Затем немножечко еще под глазами замазываю. Иногда попадает не туда. В общем, исправляю маленькие погрешности. Еще немножко на шею добавляю тоналки. Вы знаете, на самом деле очень важно хорошо промазывать шею и зону декольте. Мало кто уделяет этому достойное внимание. Снова припудриваюсь. Ну, вы знаете, на самом деле, если бы была эта обычная пудра, то это было бы жуть. У меня бы уже все пошло кусками. Но это baby пудра, поэтому нормально. Видите, здесь ни одного фильтра у меня, кстати, нет. Я вот ради вас вообще без фильтров записала видео. Вы можете разглядеть даже мои поры. Кстати, да, можете заодно и оценить состояние моей кожи. Потому что многие мои недоброжелатели говорят, что я без фильтров не показываю, что у меня есть морщины и прочее, прочее. Что я такая красивая, молодая, только под фильтрами. Ну вот, вы можете оценить уровень моей кожи в мимических морщинах, которых в принципе нет, по вот этому видео. Специально для вас вот так вблизи снимала, показывала. Затем, после того, как я нанесла подводочку черную, я обязательно прохожусь белым карандашиком. Потом беру пудру, пудру, потом беру тушь, вот. И делаю первый, первый тур туши. Видите, это у меня один вариант туши. Потом я возьму еще другой, покажу вам. Сейчас просто как бы прокрашиваю ресницы немножечко, создаю им определенную форму. Но, конечно, этого недостаточно. Но потом, вы увидите, я возьму другую тушь. Так. И, конечно же, нижние реснички я тоже прокрашиваю, потому что нижние реснички, это тоже очень красиво. Вот так вот я пальцем их снимаю лишнее, чтобы оно не отпечаталось внизу. Видите? Вот так. И эдак. Со всех самых неудачных ракурсов сегодня увидите мое лицо. Ну да ладно. Главное, что оно при нормальном ракурсе смотрится хорошо. А неудачный ракурс есть у всех. Вот видите, я взяла сейчас другую тушь. И вот она уже удлиняет. Вначале я форму создала, а потом просто начала удлинять эту тушь. По-моему, диоровская. Она распушает. Спасибо большое моей подруге Дарье Орион, которая подарила мне, собственно говоря, всю мою косметику, которая у меня сейчас есть. Всем желаю таких подруг. Когда тебе подруга дарит классную брендовую косметику, то это дорогого стоит. Так, вот добавляю еще немножечко розового блеска на губы, чтобы это смотрелось мило. И вот беру снова пудрочку, и оттуда добавляю коричневый цвет на нижний, скажем так, века глаз, для того, чтобы просто создать более глубокий взгляд. А теперь, смотрите, внимание, рисуем нижние реснички без основной линии. Просто как бы немножечко в сторону вот так вот рисуете. Видите? Очень так просто вы потом наловчитесь. Издалека смотрятся как просто длинные ресницы. А вместо теней я использую помадку. Это у нас, кажется, ланком. Да, это ланком, матовая помадка. И я наношу ее просто вокруг глаз, немножечко в уголочек и растушевываю пальцем. Получается очень классно. Я это делаю для того, что у меня веки сохнут просто, когда я наношу обычные тени. Поэтому я использую либо жидкие тени, либо помаду. И еще раз все припудриваем и смотрим, какой красивый макияж. Выходим на дневной свет, чтобы вы посмотрели, как при дневном свете это смотрится. Sorry, уж за такой вид. Возможно, кого-то мотивирую фигурой, и вы запишетесь на эталонные.